Краснодарский край – это лидер сельскохозяйственного производства России. Результаты уборочной кампании 2022 года в нашем районе по-настоящему впечатляют. Общий объем убранных зерновых и зернобобовых культур на Кубани превысил 15 миллионов тонн. Причем урожаи пшеницы и подсолнечника оказались рекордными. Свой весомый вклад в общекубанский каравай внесли и славянские аграрии. Об этом и о многом другом шла речь на районном празднике День урожая. В нашем муниципалитете аграрная сфера – это не просто хозяйственный сектор, а уклад жизни людей, традиции и культура. Поэтому День урожая – один из важнейших в году. Он является символом благородного и самоотверженного труда. Славянские аграрии подошли к своему празднику не с пустыми руками. Им есть чем гордиться. Они поработали на славу. Преодолев капризы погоды и объективные трудности, они сумели добиться впечатляющих результатов. Все поля были залиты на 50-70% водой. Естественно, это затруднило и вегетацию, и подкормку, и уходные работы. Но в любом случае мы собрали порядка 58 сантиметров от зимой пшеницы. Да, для нас это не показатель, но в этих условиях, которые были, конечно, я считаю, что люди потрудились на славу. Потому что в тяжелейших условиях проходили работы. Что касается работы и выращивания, у нас еще культуры две. Это основная рис и также соя. Была соя посеяна порядка 5000 гектар. Это довольно приличная площадь. Значит, на ней было получено в этом году 30 сантиметров урожая. Это тоже для такой площади и такой урожай, считаю, прекрасный. Люди очень, да очень, конечно, трудились, старались мы. Действительно, результат получился. Также было посеяно порядка 8 тысяч гектар риса. Рис был убран вовремя, в сухую прекрасную погоду. Значит, у нас по округу получилось 74 сантиметра урожая. Это тоже для нас, конечно, для нашей площади прекрасный урожай. В актовый зал славянской администрации были приглашены те, кто своим беззаветным трудом обеспечил отличные результаты сельскохозяйственного года. Глава славянского района Роман Сенеговский сердечно приветствовал собравшихся тружеников и поздравил их с праздником. И славянскому району есть чем гордиться. Я вот буквально хотел на цифрах остановиться. Произведено хозяйством в 2022 году зерновых и зеробобовых. Более 500 тысяч тонн культур, в том числе свыше 320 тысяч тонн риса. Плодовы более 80 тысяч тонн. Рыбы более полутора тысяч тонн. Молока более 23 тысяч тонн. Средняя урожайность риса по району более 71 сантиметра с гектара. Самая высокая урожайность у нашего предприятия Кубань 86,6 сантиметра с гектара. Также у нас преуспели предприятия перерабатывающие промышленности. Более 120 миллионов условных банок овощных консервов. Более 80 тысяч тонн риса крупы. Более 40 тысяч тонн молочной продукции. Более 220 тысяч декалитров виноматериала. Приятно, что вы на месте не стоите, вы развиваетесь. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сказал, что в последние десятилетия изменилось очень многое. Но неизменными остаются большие усилия работников полей. Все так же они стараются вырастить отменный урожай. Не изменилось ваше отношение к этому великому труду, работоданности. Хочу выразить вам слова благодарности, что вы прикипели. Уже сегодня династии целые, мы поздравляем. Династии людей выросли, уже внуки тех людей, с которыми мы работали. Низкий бафон за этот тяжелый, но очень нужный, стратегический ваш труд. Самое главное действие праздника – церемония награждения. Депутат Законодательного собрания Кубани Жанна Беловол стала заслуженным работником пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Ей присвоено звание «Почетный гражданин Славянского района». Жанна Беловол от всего сердца поблагодарила за оказанную ей высокую честь и пожелала собравшимся всего доброго. Те, кто живет на земле, живет, работает, трудится на земле. Мы соприкасаемся с вами каждый день с людскими вопросами, проблемами. Нам нужно с вами еще больше трудиться, потому что мы прекрасно понимаем, что на таких людях, как вы, сегодня держится страна. Здоровья, счастья, благополучия. И, конечно же, большое спасибо всем землякам. Роман Иванович, спасибо вам. Спасибо, Леонид Владимирович, коллегам, моим депутатам, за столь высокую оценку моего труда. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани» было присвоено Александру Попадьину и Валерию Перетятько из акционерного общества «Приазовская», Юрию Логошину из агрофирмы «Приволья». За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса почетными грамотами были отмечены руководители предприятий, их подразделений, специалисты и работники. Коллектив агропромышленной фирмы «Кубань» стал лидером по урожайности пшеницы и риса. На первом отделении хозяйства получили свыше 89 центнеров белого зерна с гектара. Это лучший результат в районе. Коллектив подобран на протяжении многих лет, стабильный, профессионалы своего дела, сплоченный. Рис в этом году дал небывалый урожай. Также у нас, я думаю, мы в лидерах по азимам колоссовым. Ну и соя у нас достойный результат. Поэтому год удался, я считаю, мы сработали на пять. Победителем в соревновании комбайновых экипажей на обмолоте риса назван комбайнер предприятия Анастасиевская фирмы-агрокомплекс имени Ткачева Алексей Одноралов. Работаю с 2009 года, ну не именно в этом предприятии, а вообще в сельском хозяйстве. Ну пошел как бы, отец у меня работал в сельском хозяйстве. Ну и я пошел. Работа понравилась. Намолотил 3-400 с чем-то тонн. На комбайне Торум 750. Уборка доволен. Славянские животноводы продемонстрировали в нынешнем году отличные результаты. Победителем соревнования среди операторов по выращиванию молодняка крупного рогатого скота была названа телятница Юлия Игнатенко из акционерного общества «Приазовская». Теленок растет, мы его растим, кормим, лечим, прикладываем все усилия для его роста. По голове у меня в среднем 150 голов ежемесячно. Каждый год он одинаковый. Вкладываешься по максимуму, чтобы достичь каких-то целей. Без труда у нас бы ничего не получилось. Ничего легкого я не могу сказать. Только душа, вложение в свой труд. Оператор машинного доения из этого же хозяйства Светлана Кияшко завоевала первое место среди доярок района. Конечно, работа нелегкая. Утром рано вставать. Это очень тяжело. Но со временем привыкаешь, тянешься. Мне эта работа очень нравится. Я очень горжусь своей работой. У меня набилась высшего результата своим трудом. Благодаря своему руководству. Всегда помогали мне лаской, животным, кормлением. Идем дальше и дальше. Надеюсь, что так и будет. Много добрых, идущих от сердца слов, прозвучало в этот день в адрес беззаветных тружеников, которые всю душу вкладывают в общее дело. И все эти слова заслуженные. Сегодня мы получаем 80-90-100 центров риса. Да, поменялись технологии возделания, да, поменялись, естественно, новые сорта внедряются в производство, более высоковрожайные. Но опять же, я говорю, все это связано с тем, как вы работаете. Потому что благодаря вам вы обеспечиваете безопасность, продовольственную безопасность нашей страны. Только вы решаете вот эти сложнейшие задачи. Переходящим кубком имени героя социалистического труда Марии Ефимовны Барановой на уборке риса награжден коллектив ОСП «Славенское» с зерновой компанией «Новопетровская». На церемонию награждения, сопровождаемой громкими аплодисментами зала, подходили агрономы и механики, комбайнеры и сжатчики, водители и операторы машинного доения, а также разнообразные специалисты сельхозпредприятий. Все они были достойны чествования за свой благородный труд. И когда прозвучали ставшие широко известными слова из песни «Хлеб всему голова», которая считается гимном аграриев, все собравшиеся встали со своих мест, чтобы слушать эту песню стоя. «Хлеб всему голова» Да, действительно, с давних пор и поныне хлеб насущный зовется самой первой святыней. Оттого и такое трепетное отношение к труду на земле и к труженикам аграрного сектора. Впереди у славянских аграриев, которые успешно поработали в нынешнем году, будут новые трудовые свершения и победы. Искренняя любовь тружеников к родной земле – вот прочная основа для стабильности в экономике и социальной сфере нашего района. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...